Всем доброго времени суток! Вот и готово к выпуску видео с тестированием, а также настройка лазерного драйвера, распакованного мною ранее. На флешке, которая была укомплектована, имеется программа. Она легкая и не требует установки. Нужно установить драйвер, который даже без труда установился на мой Windows 10 64-битный. Вот такая вот дизайнерская флешка, деревянная, с магнитами. Далее, не забываем про технику безопасности, а теперь поговорим о гравере. Гравер данный работает у нас от двух шнуров. Первый шнур питания, здесь он видно. Второй шнур, подключение к компьютеру. Следующее. У гравера на этой стороне имеется вентилятор, который выдувает тот дым, который образуется при гравировке, от лазера. Сам лазер крепится на два болта, вот здесь наверху, и он полностью готов. А блок питания я использую от своего телефона, от Samsung, потому что от USB-порта данный гравер не работает, потому что он требует для себя где-то 1 Атока. Давайте рассмотрим программу, и я вам о ней немножко расскажу. Вот она сама программа, запускаем ее. И вот весь наш функционал. То есть, эта кнопка у нас отвечает за отмену хода, увеличение, уменьшение картинки, или текста, который мы будем писать, поворот изображения, очистка листа, сохранить, инвертация. Это просто указатель. Карандашом мы рисуем, ластиком удаляем. Здесь наносим текст. Кстати, в режиме наносения текста есть доступные шрифты, доступные большие и маленькие буквы. То есть, почти полный функционал, который присутствует в любом текстовом редакторе. Кнопкой Locate мы перемещаем лазер по нашему рабочему пространству. Эти три кнопки, уже, наверное, вы сами догадались, служат для того, чтобы увеличить точку лазера. Также данная программа у нас умеет работать как с одним лазером, гравером с одним лазером, так и два, три, четыре, ну, до десяти штук. Следующим ползунком мы регулируем обороты вентилятора. Эта кнопка у нас служит для того, чтобы предварительно видеть место гравировки. То есть, отмечается прямоугольным обычно. Эти мы останавливаем. Эти кнопки у нас служат для передвижения лазера в удобное для нас место. Этой кнопкой мы нажимаем, начинаем прожиг. Этой мы можем поставить временно на паузу. Если же наш результат нам не устроил, или мы предварительно неправильно его настроили под нужный нам материал, RE-Curve у нас служит для того, чтобы снова пройтись по нашей заготовке. Вот это значение от 0 до 255. Я не знаю для чего, если кто знает, опишитесь в комментариях. Здесь мы регулируем время, которое будет прожигать наш лазер. Опять-таки, зависит от материала. Обычно он у меня стоит на 60. Если это дерево и если бумага, тогда я его увеличиваю. Также у нас по оси Z, точнее X и Y, показывают перемещение лазера в режиме реального времени. Это сторона, где написано Message. Это у нас показываются все сообщения, которые происходят на данный момент. То есть перемещение лазера, старт прожига, пауза и всё остальное. Вот тут всё просто, проблем вообще никаких нет. Объяснять даже нечего. Картинки я скачиваю с интернета. Или их можно сделать в соответствующих программах. Таких как Paint.net, допустим, или же Photoshop. А теперь давайте посмотрим, как работает гравер и посмотрим на результат его работы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА